здравствуйте мои дорогие давно мы с вами не виделись не слышались как вы знаете я вышла на работу времени у меня остается мало и то которое остается я трачу достаточно бездарно последнее время ну как бездарно я шью но шью то что у меня накопилось за год за полтора какие-то полотенца подшиваю да постельная что-то где-то молнии поменять какие-то такие ремонты своей одежды и также я сшила несколько футболочек себе вот такого плана из хлопчатобумажного трикотажа и я вошла во вкус честно говоря ткань это недорогая я нашла поставщика который недорого ее продает на хлопчатобумажный трикотаж разных расцветок и сегодня я хочу сшить еще одну футболочку вот такого же точно фасона но совместить смотрите сетку которая оставалась у меня от пошива платья пыльная роза пошив этот я показывала тоже на канале и вот такой красивой ткани с маками маки я люблю они мне напоминают детство моё когда у меня было белое платье с красными маками раньше трикотажные изделия в частности футболки штанишки я шила по старой своей футболке вот я ее аккуратненько разрезала и по ней прикладывала и выкраивала но последнее время вместо того чтобы похудеть я немножко поправилась поэтому буду шить по выкройке к тому же я наткнулась в магазине сейчас покажу смотрите есть такая бурда изи я не знала даже что она вообще есть это журнал специализированный с выкройками здесь всего несколько моделей и выкройки можно вырезать то есть их не нужно переводить на какую-то бумагу вырезаете под свой размер вот такая выкройка получается на кальке очень удобно не знаю есть у вас такие в продаже где вы живете я тоже раньше не видела но вот нашла купила с удовольствием это первый номер 2023 года здесь несколько моделей в основном спортивная одежда топики вот такие вот бомберы и футболочки шить я буду на оверлоке у кого нет оверлока можно шить на швейной машинке трикотажным швом и обрабатывать срезы зигзагом как в принципе я раньше и делала задерживаться дальше не буду с разговорами приступлю первым делом ткань эту нужно декотировать а именно либо постирать в машинке до либо обработать горячим утюгом с паром то есть проутюжить ее но я видимо так и сделаю ткань я проутюжила горячим утюгом с паром и видно было как она сжимается то есть этим этапом не пренебрегайте иначе вы можете сшить какое-то изделие и после стирки она просто сядет и будет вам мало этот отрез у меня 90 сантиметров длиной и шириной метр шестьдесят спинку я буду кроить как обычно а полочку на полочке я остановлюсь покажу что я буду делать с полочкой и с рукавами кстати этого отреза здесь более чем достаточно у меня наверно останутся еще кусочки какие-то может быть я потом куда-то их еще применю припуски я делаю по пол сантиметра везде но здесь я добавляю потому что я знаю что что мне здесь надо добавить и снизу я делаю один сантиметр полочку я тоже выкроила и обращайте внимание на направление рисунка у меня он ярко вырослый поэтому я все детали краю в одном направлении если бы у меня не было какого-то узора я бы полочку краю вот таким образом то есть я бы сэкономила ткань теперь смотрите я буду моделировать а моделировать я буду следующим образом вот так срежу у меня здесь пойдет вот эта ткань фатин можно было бы и на спинке тоже слева да получается тоже срезать но я боюсь что здесь фатин будет на полочке на спинке плюс рукав из фатина будет не очень стабильно поэтому я решила спинку сделать из этой ткани полочку здесь сверху и рукав из фатина детали эту никуда не деваю она мне сейчас пригодится по ней я буду кроить вот этот кусочек из фатина тоже надо вам будет определить где у вас долевая вот у меня долевая здесь перечная и вот таким образом здесь я добавлю один сантиметр на припуск и здесь тоже наверно один сантиметр ну вообще везде добавлю по одному сантиметру на всякий случай отрезать всегда можно а добавить как вы знаете нет таким образом пойдет сюда фатин этот рукавчик я сделаю также из фатина а этот из этой же ткани сейчас их выкрою и приступлю к сборке вот я выкроила два рукава правый и левый когда их буду притачивать главное не перепутать потому что здесь какие-то насечки ставить до метки но не получится можно ниточками конечно сделать но я не буду начну сборку первым делом я на верлоке эту деталь сюда приточаю вот таким образом аккуратненько все чтобы у меня не растянулась и не стянулась вот смотрите как получается теперь я этот припуск чтобы вот этой строчки не было видно оверлочной я его на машинке застрочу вниз то есть вот таким образом его загнул и на машиночке отступая два может быть миллиметра проложу здесь строчку вот так смотрите как это выглядит и теперь как водится в таких изделиях где полочка либо спинка либо другие детали сточные нужно их подровнять ну вот так я сложу и выровняю да здесь я чуть побольше делала припуски на швы поэтому сейчас подровняю чтобы у меня все было одинаково как справа так и слева как я говорила вы можете и на спинке сделать такую же точно конструкцию но я не буду не уже не 20 лет теперь нужно будет стачать спинку и полочку по плечевым срезом здесь и здесь смотрите припуски плечевых швов обычно заутюживаются на полочку вот таким образом но я опять же не хочу чтобы у меня просвечивала здесь эта строчка поэтому я вот таким образом отогну и застрочу точно так же как здесь здесь конечно я при утюжу вернее за утюжу на полочку строчек никаких прокладывать не буду не единственная вот здесь строчка да и здесь вот таким образом сделаю теперь я хотела обработать горловину вот такой же тканью до полосочку вырезать но я подумала будет видно опять же шов здесь то оверлочный поэтому это я делать не буду я посмотрела косая бейка трикотажная у меня темная поэтому я оставлю пока горловину я ее обработаю видимо в последний момент завтра зайду в магазин куплю вот такую косую бейку подходящего цвета трикотажную можно каким-то кружевом обработать да ну смотрите сами кому как нравится сейчас я стачаю боковые срезы и стачаю рукава здесь и здесь теперь можно втачивать рукава с этим рукавом все понятно а вот этот смотрите фатин стачивать на оверлоке у меня не получилось вернее получилось но выходит некрасиво стягивает и ну некрасиво одним словом поэтому я на машинке и рукав этот втачивать я буду также вот эту часть где фатин с фатином идет на машинке аккуратненько припуск потом точно также ровненько подрежу вторую часть где идет фатин с трикотажем там уже на верлоке потому что стачивается без проблем сначала сделаю это а потом уже посижу с этим один рукав готов припуски хоть и маленькие я заутюжила на рукав и теперь приступаю к этому этот я просто скалывала а здесь я конечно должна приметать более ответственно подойти притачиванию этого рукавчика вы уж извините что я не снимаю как я шью на верлоке у меня он очень сильно трясется стол вибрирует поэтому мне камеру туда просто не поставить вот как получился второй рукав но здесь видно эту строчку оверлочную ну ничего страшного я думаю она аккуратненько ровненько и здесь вот такой маленький припуск я сделала тоже ровненько его подрезала этот рукав я буду по низу обрабатывать видимо тоже косой бейкой также как и горловину а здесь я уже обработала на верлоке сейчас заутюжу вот так примерно один сантиметр и пройду строчкой трикотажной и здесь снизу то же самое можно было бы поставить двойную иголку да ну раз у меня уже нитки в оверлоке этого цвета сделаю так смотрите какую нашла резиночку бейку до эластичную она почти прозрачная похожего цвета другого не было к сожалению ничего сейчас окантую рукавчик здесь я резинку растягивать не буду вот эту да а здесь немножко конечно буду растягивать когда буду окантовывать вы уж меня извините видео получилось без каких-то технических деталей она больше для уже мастериц которые умеют шить да подходит больше как идея я такую увидела футболочку в интернет-магазине онлайн и мне понравилась идея я подумала почему бы и нет ну только там как я уже говорила да и на спинке также было из фатина сделано сейчас окантую и надену видимо на манекен на себя я надевать не буду потому что здесь нужен бюстгальтер с лямочкой прозрачность бретелькой у меня такого нет пока вот что у меня получилось ну как уже сказала мерить на себя без бюстгальтера с прозрачной бретелькой я не хочу некрасиво надо будет приобрести мне бретельки поменять и тогда можно будет носить очень даже интересно смотрится фатин этого цвета он на коже вообще не заметен получается как будто асимметричная футболочка вот вам идейка шейте на этом я прощаюсь всем желаю хорошего настроения до свидания футболочка